Суд приговорил жительницу Избербаша, обвиняемую в попытке продать собственного ребенка к пяти годам колонии общего режима. Однако эта история так бы и осталась строчкой криминальной хроники, если общественность не заинтересовалась, что же на самом деле произошло в Избербаше. Ведь подобное девиантное поведение для нас вовсе не норма. Вы смотрите проект за скобками, веду его я, Магомед Тагер Муртазалеев. За что вы здесь находитесь? За что вы задержаны? Говорят, я как бы в хищении ребенка. На самом деле версии очень разнятся. Сначала стало известно, что женщина из Избербаша просто продала ребенка. После этого выяснилось, что 41-летняя Зимфира Сайпулаева является многодетной матерью. Детей она воспитывает одна и на такой шаг решилась пойти ради спасения другого своего ребенка. Вырученные от продажи деньги она планировала потратить на лечение своей младшей дочери, страдающей тяжелым заболеванием. И чем больше проходило времени, тем больше было версий. Другая версия гласила, что 27 марта женщина обратилась к своей знакомой с просьбой найти покупателя для своей пятилетней дочери, которую она намеревалась продать за 100 тысяч рублей. Информация о готовящемся преступлении стала якобы известна сотрудникам правоохранительных органов. И 29 марта после состоявшейся сделки с условным покупателем, сотрудники правоохранительных органов все-таки задержали женщину. Однако все это всего-навсего фрагменты большой и сложной истории, которая спряталась в многочисленных деталях и обстоятельствах. Мы попробовали восстановить хронологию событий. Жительница из Бирбаша Зульфия Магомедова узнала, что беременна в 2014 году. Еще до рождения дочери муж ушел от жены, а родня отказалась от нее. Зульфия в положении пришлось скитаться в поисках пристанища, пока ее не приняла сердобольная подруга. У этой подруги впоследствии оказались свои расчеты на новорожденную дочь. Ведь за второго ребенка дают денежные пособия. Когда деньги закончились, а условия жизни у Зульфии не улучшились, подруги решили отдать полуторагодовалую девочку на воспитание. Перед этим они договорились, что это вынужденная мера и ребенка они заберут, как только встанут на ноги. Во всяком случае, такая версия была озвучена Зульфией. В 2015 году подруга увезла ребенком, но уже через полгода мать попросила вернуть дочь назад. Сожительница женщины почти 4 года уходила от ответа на вопросы о том, где и с кем ее ребенок. Спустя время, понимая, что вечно так прятаться не получится, она отдала Зульфии 90 тысяч рублей, вырученных за ребенка. Хозяйка квартиры пояснила, что продала трехлетнюю дочь неизвестной паре из Хасавюрта. Правда, Зульфия отказалась от денег и потребовала вернуть ребенка. Подруга не стала заниматься этим. А затем горе-мать подала заявление в полицию. Это подтвердил представитель МВД по Дагестану. Сейчас установлена личность женщины, которая купила себе маленькую дочь. Но ее никак не могли найти. В итоге правоохранительные органы занялись ею самой, то есть покупательницей малышки и двумя посредницами. Против всех четверых возбуждено уголовное дело. Ознакомившись с этой историей, понимаешь, что работа социальных служб у нас требует, если не улучшения, то информационной поддержки точно. Связавшись с отделом опеки и попечительства из Бирбаша, мы узнали, что там о ситуации с девочкой стало известно совсем недавно от следователей, которые работают с биологической матерью девочки. Сотрудники отдела опеки с горе-мамой пока не встречались. О самой девочке мы ничего не знаем, сказали они. Она живет в Хасавертовском районе в селе Байрам-Аул. Это не наш район, поэтому мы не выезжали в эту семью. Решать вопрос о том, где будет жить девочка, будут органы опеки Хасавертовского района. Рассказали в отделе опеки и попечительства из Бирбаша. В отделе опеки Хасавертовского района узнали историю о продаже девочки из социальных сетей. Все эти годы семья, в которой живет ребенок, не попадала в поле зрения сотрудников опеки или правоохранителей. А девочка жила в семье, которая ее купила. Там ее растили, любили и считали дочерью. Теперь все может измениться по информации Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану. Ребенка передадут в органы опеки. И в этом самом месте должно было бы прозвучать окончание этой истории или какое-то резюме. Но сказать здесь ничего не получается. Кто-то хочет завести детей, но не может. Кто-то кладет жизнь на своих детей, отдавая все деньги на репетиторов и развитие ребенка. А кто-то не знает, что делать с теми детьми, которые оказались для них ненужными. Вы смотрели проект за скобками, вел его. Я Магомед Агер Муртазалеев. Всего хорошего, увидимся на следующей неделе. Ведь нам всегда есть о чем поговорить.